Я говорил, вы знаете, Ревьёв, Надежда, обязательно знают. Я говорю, вы знаете, как она мне помогла? Она даже сама этого не знает. А как помогла? Вы знаете, когда я освободился, там у меня конфисковали, никак. А вы в это время были в центральном районе или где-то работали? Сначала первый секретарь, а потом в зам. предкрайсполкома. Вы приходили ко мне уже как заместитель. И вы сказали, что допущено нарушение, и тогда была ещё процентка. И вы как-то одновременно ответили. И всё развернули, и началась пересуд, и я его выиграл. И теперь мне, ну эта сумма-то была не маленькая, конечно, заплатили не всё. 11 миллиардов стоимость была. Но это не доминированная которая. И поэтому, когда я суд-то выиграл, 11 лет шёл суд, и рассчитаться нечем. А КГБ в сторонке осталось, а ответственная администрация Нижнедрожного района и городской администрации. А тогда был Баварин, а мы с ним близко знакомы. Это как Бог так устроил? Прокурор Края, это мы как-то друзья просто были. Пороскун был. И вот это Ваша, толщок был тому. И начали пересматривать. И при Зюне Верховного Суда СССР отменил всё, что было. И Амелина там такая. И тогда рассчитываться нечем. И они мне дали, я сказал, давайте рассчитаемся недвижимостью на молитве леди. Ползунова 6 и 13 соток, центральный район. Ну, сразу там церковь, у нас всё как положено. Ну, я начальник детского лагеря, у меня там склады для детского лагеря. И я когда, где бываю, говорю, да вот там коммунисты. Я ничего никому не хочу говорить, опровергать. Я говорю, ну вот я называю. Вот человек, вы партийные были. Да. Партийные. Почему же, мне даже это просто интересно, почему вы такое участие приняли в моей, кажется, судьбе? Ну, почему только в Вашей? Я всю жизнь пытаюсь принимать участие в судьбах людей. Надо раз-то сколько их было там. Они все отфутболили, всё, нет ничего, не должен, никто не должен там. И Петров... Ну, может быть, казалось, что дело слишком такое, знаете, неоднозначное. Может быть, чего-то страшились. Но у меня всё-таки была власть тогда, и я могла её употребить во благо человека. Я так думаю, что я вот, исходя из своих внутренних побуждений и возможностей её... Кстати, плёнки рассчитаны. Плёнки, плёнки, макрофоны. И главное это было. Да, я полностью. Я 50 книг ауди. Они сейчас во всём мире выставлены. Выставлены. И наши разговоры с Александром Менем в аудио есть. А вы лагерь-то свой сохранили? Деревня-то Ваша жива. Конечно. Вы там живёте? Нет, я здесь живу, а летом я с детским лагерьем. Я хочу вам оставить нашу визитку. Спасибо. Это вот наш сайт. А с этой стороны YouTube. И всё. Там вы найдёте книгу. Да, Слово Божи, нет. Вот я вас упоминаю. Да что? Да. Это дорогого стоит, когда в святых книгах упоминают. Ну ещё бы. Эти книги видели в библиотеке Владимира Владимировича Путина. Ну я... Три книги ваши, помните, тогда тоже вы мне приносили? Они у меня есть. Знаете, вы как-то мне сказали, когда увидели, что у меня книги выходят, а почему вы мне защищаетесь? Я говорю, а я защищён Богом. Да нет, на кандидатскую там путь. Я говорю, ну мне это что? Я в это время вел занятия в АГУ, а потом в АГТУ 17 лет. Я три радиопрограммы вел, во всех отделах милиции, воинские части, десятки школ. Нет места в тюрьме, там в КГБ, везде. Я проповедовал. То есть спрос был такой. Я благодарен Богу. Вот говорят, что в вашей жизни самое важное такое было? Ну много было, что я живой вышел из тюрьмы, это же не игра. Психиатрия 26 меня гнобила. Теперь всё злоупотреблением признано. Я реабилитировал, но не это. Я говорю, я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. И эти люди почему-то мне встретились. И не просто встретились, а приняли самое настоящее деятельное участие в моей жизни. А ещё я вам скажу одно дело. Ой, дело. Ещё одну мысль вы спросили, почему. Моя бабушка, Федора Степановна Анохина, истовая верующая, и родовая... Ну и Степановна. И я, Степановна, и родовая казачка. Так она всю жизнь помогала людям. Сначала их учила, потому что одна была в станице грамотная. Потом лечила всю жизнь. Была целительницей. 93 года умерла. И она всю жизнь делала только добро людям. А ей делали всякое, потому что когда расказачивали, она с пятью детьми бежала, чтобы спасти детей. И с той станицы, что сейчас в Северном Казахстане оказалась, вот сюда, в Белоярск. Но своей молитвой, как она всегда говорила, она не только этих детей спасла, но и когда сыновья ушли на фронт, она молилась настолько, ну, наверное, истово, что оба сына вернулись живыми с фронта. И вот, глядя на мою бабушку, оглохшую, обезножившую, но делавшую добро людям, ну, наверное, с молоком матери впитала, что надо творить добро. Так что считайте, что то, что я вам, как вы говорите, помогла, я это делала, может быть, даже не столько из того, чтобы как бы власть показать в нужном свете, потому что власть должна людям помогать всегда, сколько еще вот здесь есть такое желание помогать людям. Ну, вы почувствуете, что дело необычное? Ну, наверное, это да. Потому что, видите, как, там такие материалы, я начитал Златоуста, 12 тому, Жития, и там, когда пленки все украшены были, и был полковник Красноперок, он говорит, я зашел, а в это время пленки-то делал, и он говорит, вы все будете отвечать, это вандализм. Там у меня всей мировой литературы выбирал самое хорошее, тронуть людей как, и все это начитывал. Там у меня, начиная от Пушкина, Достоевского, по всей мировой литературе, вот сейчас я издал, у меня вышло, говорит, 38 книг из печатей, 38 томов, они все находятся, здесь вы найдете их. Это не просто книги, эти книги просто, они не имеют аналога. Вы там обязательно найдете. Если у вас близкие там друзья, вы будете где-то говорить что-то, я вам оставлю еще хотя бы парочку. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Для слова Божия нету, в этой книге там посмотрите, там я упоминаю о вас. Как Господь это сделал? Это нельзя даже вообразить, что такой разгром был, у меня все изъято, я сам сижу, руки-ноги связаны, у меня руки-ноги все вывершены. Но ничего, все это уже прошло. Если Господь вернул, и все, как будто ничего не было. Все это уже прошло, вы не вспоминаете. А вы Тена знали? Ну, как же, конечно. Когда я судился, и они собрались, там был, после Баварина подключили, потом здесь был, у Баварина, он назывался советник, общинников. Да, был такой в Афганистане. Он очень большой урок сделал. И по раску, мы были близко знакомы с ним где-то. И когда вот это все толкнули, и начали рассматривать, процентка это делала, и повернулась немного назад. Опять затормозилась, потом дальше, и наконец начали рассматривать. Да видят, сплошное беззаконие. У меня мировая литература собрана, мировые поэты. 300 поэтов мира за 300 лет, что сказали, по определенной тематике. Вот студенты задают вопрос, я отвечаю из шести поэтов, приводя стихотворения. Любой вопрос, там, какое вы счастье принимали в революции. Я сразу называю поэтов, и шесть их стихотворений, и из всего выбранное конкретно. Это вообще, эту книгу там сметают мгновенно из библиотеки, 26-й тонн. И Бог это так сделал, что появились люди, которые помогли это все развернуть. Я уже, мне 77 лет уже почти, я удивляюсь. Сейчас еду в ТВ, сейчас были, вы уже знаете, институт экономики есть, и там Горшков, доктор, ну, Горшков, я знаю. Там был директор станкостроительный, я их сейчас был, нашел Хромова, вон это, ЖБИ там где-то, тоже сейчас оттуда еду. Я поехал с книгами, у меня нет ничего сейчас, я просто попутно. А вы мне дарили книги. Да. Вы мне дарили книги. И просто они до того удивлены, я говорю, я просил Бога, Господи, как отблагодарить, я не хочу быть должным. Христос сказал, блажение, то есть лучше давать, нежели принимать. Но я просил не для себя. У меня детский лагерь. Ну, Бог так сделал. Вот чина, что как говорится. Да. Простите долги. Да. Ну, спаси Христос. Так маленький вопрос. Законодательном собрания здесь был бывший директор макаронной паблики. Морозов. Морозов. Не могу его найти, мне его найти надо. Геннадий. Ну, сейчас я узнаю, если у них есть на телефон, одну секунду. Он давал лампочки, там, и спички, и продуктами помогал. Сейчас, одну секунду. Нет, Надежда Степановна, вы, как говорится, в самом основании толчок сделали. Ой, ладно. Хоть черт стекло, как иногда говорят. Да позас вам, Господь, милостями своими. Спасибо большое. Я-то тоже вас догоняю, мне 70. Так что не успею оглянуться, как уже надо будет. Как вы займёте сюда, вот здесь вы поделитесь тогда, сколько здесь. Алё, добрый день. Мария Петровна? Нет, не Мария Петровна. А, ну, там новые у вас появились. Администрация Ремнёва беспокоит. Скажите, у нас же Морозов сейчас не депутат? Да, нет, почему? Он, по-моему, был краевой. Тогда, наверное, Барнаульской городской, да? Не депутат. У вас его координат, конечно, не осталось, да? Посмотрите, пожалуйста, срочно надо. Сегодня понедельник, так делается полно, срочные отчёты. Вот человек снимает, это он, Сергей. Да? Как раз. А это мой брат, священник, протеерей, крещение в озере. Спасибо. 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 Сейчас мы идём всё равно. Сейчас мы идём. А. Восемь, девятьсот двадцать три. Крупно, плавно. Семьсот двадцать один. Сорок два. Как вы его назвали? Алексей Васильевич. Всё же. А, нет, Алексей Васильевич Морозов, наверное, мы о разных говорим. Тот, который был в этом самом фабрику, макаронную возглавлял. Нет, да? Не тот. Я тоже так думаю, что не тот. Я тоже так думаю, что не тот. Так, ну ладно, я сейчас ещё попробую в городе уточнить. А, добрый день, Марина Ремнёва. А скажите, пожалуйста, у нас Морозов, который был, вот помните, директором макаронной фабрики, он у вас не депутат сейчас в городе? А какой номер, назови мне? 291, 160. Хорошо, добрый. А это вы с какой целью снимаете, ребятки? Спрашивают. Так, да? А у вас не осталось случайно номера? Нам очень нужен. Посмотрите, пожалуйста. Как её звать? Хорошо, спасибо. Посмотрите, да? Спасибо. Посмотрите. Спасибо. Пошире. Понише сядь. Прямо. Добрый день. Это я еще раз Ревнева беспокоить. А вот Татьяна, номер в сети даже не зарегистрирован. А кого вы мне второго назвали? Перезвонить Вера. Да. А, вот так. Видите, я с вами редко общаюсь, поэтому спрашиваю. А у Веры Ивановны какой телефон? А, давайте. 36-35-04. Хорошо. А у нее какой? Так. Угу. Угу. Спасибо большое. Не поняла, что за телефон. Ну ладно. Значит, домашний они дали его. Домашний. Это самое... Сейчас я вам запишу. Вот есть помощница, но почему-то телефон не отвечает. Помощница 275-48-10. Так. Это значит ее звать Татьяна. Татьяна Морозов, что ли. Ага. Как его величать-то? Геннадий Иванович, он, по-моему. Геннадий Иванович. Морозов. Геннадий Иванович. Так, 36-35-04. И если вдруг опять не получится, вот приемные Барнаульской думы, 29-11-60, тогда на них еще раз выйдите. Это вот его домашний телефон. Там у них появится руководитель, а сейчас его нет. Это, да, домашний. Нет, вот это вот Татьяна, помощник. Да я расслышал все. Ты объяснишь. Помощник. Я объяснил. А Морозов, вот он, вот его домашний телефон. Я сейчас должна извиниться, у меня на совещание полчаса. У меня вопрос. Игнать Иванович, времени нет, уходим. Нет, вопрос маленький. Так, вы повези любите. Если о том, я говорю, что заинтересовались, я пришлю вам 26-й том. Ну, хорошо, спасибо. Хорошо, примите. Приму. Спасибо вам большое. Спасибо. Слава Христу. Спасибо вам. Извините. Спасибо вам. До свидания.